Ученик святых Кирилла и Мефодия Константин, он разрабатывает более удобную азбуку, которая известна нам под названием «Кириллица». Он называет по имени учителя своего, святого равноапостольного Кирилла. Эта азбука, она отталкивается от греческого алфавита, но включаются некоторые там дополнительные такие написания, и она еще больше включает звуков, чем глаголец. Там было 38, здесь уже 43, и она оказывается более удобной. То есть вся книжная письменность славянская остается, заложенные основы святым Кириллом и Мефодием тоже остаются, но они развиваются их учениками, и вот эта вот письменность процветает в Болгарии, а затем из Болгарии уже с крещением Руси в 988 году переходит к нам, и дальше у нас уже начинается развитие и усовершенствование славянской книжности, письменности, культуры. И на протяжении всей истории Русской Православной Церкви эта письменность, она приносит очень богатые, удивительные плоды. Русской Православной Церкви